тренировка рефлексов то есть что что и подразумевается вот есть какое-то поведение и у этого поведения есть результат если этот результат мозгу нравится мозг его подкрепляет и включает вам приятные эмоции соответственно поэтому люди едят вкусную пищу потому что дело не в том что она вкусная а дело в том что в ней мозг находит какие-то элементы которые считают да вот это нам сейчас надо было и он по вот этой петле возвращает это эмоциями что вы считаете пиццу пиццу пищу вкусной то есть то что она вкусная это не ваш выбор это мозг вот так вот закруглил всю эту ситуацию соответственно если мозг нашел эту дорожку один раз и потом раз и попал такую же ситуацию да он тогда включает давай вот эту дорожку еще раз и опять раз там срываемся например и мозг опять поощряет это ощущением что пища вкусная и удовольствие все в этом роде нужно понимать что самой пищи не заложено удовольствие потому что удовольствие вкусная это субъективные наши человеческие и там примативные оценки самой пищи заложено только что белки и жиры и углеводы и микроэлементы вот и если вы угадали с продуктом и мозг там нашел то что ага нужно тогда уже он вам внушит что это было вкусно и что она вам нравится то есть нету такого понятия в пище что она вкусная она подходящая в этот момент жизни мозга и тела или неподходящая именно поэтому есть такая штука что можно там мясо ешь 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 но быстро наелся и больше мяса уже не хочешь и также с этими даже углеводами и со сладким сладкая ешь 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 и потом уже все не могу больше не хочу видеть вот это и включается обратная связь уже вроде ну да ну как бы вкусно я больше не могу и так тому что вы не держались зовут эти вкусовые пристрастия как за ваше что-то личное вот там я люблю шоколад говорят но это не ты любишь шоколад а мозг выбрал шоколад именно повесил на него лейбл вкусно все и поэтому тебе кажется что это вкусно потом надоест этот шоколад что там будем есть орехи до орехи будут какое-то время кажется вкусные потом надоест сало потом надоест то 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 просто действительно есть продукты у которых которые больше в сторону до тренда как на переедание да и которые больше в сторону тренда на насыщение и И это абсолютно ясные группы продуктов, которые одновременно содержат в себе и жиры, и углеводы. Это мощнейшая такая, по своей сути, нутриентная бомба, которая дает самый большой мозгу импульс, чтобы вам включить кайф. Поняли, да? То есть не вы принимаете решение, что оно нравится, а мозг внушает, что оно нравится. Потому что два источника энергии в равных пропорциях, в одну минуту, в единице, да? Это же золотой грааль, потому что не так много таких продуктов-то на планете, чтобы вы понимали. Они все нам известны. Это молочные продукты, потому что там есть лактоза, галактоза, молочные сахара. Это, соответственно, там жиры насыщенные, ну и там какое-то количество еще белка. Это вообще супер еда. Дальше орехи. Орехи тоже, по сути, ну, дети этих, дети растений. Там одновременные углеводы и жиры, и белок там тоже есть. Шоколад, который промышленный, в который сахар добавляют. Вот люди такие, вот я люблю шоколад. Я говорю, ну ладно, давай погорче я. А вот не, я уже не люблю шоколад. Так значит, ты не шоколад любишь, а сахар в шоколаде. Опять же, не ты, а твой мозг. Какие еще там эти продукты? Ну, если вы возьмете всю эту промышленную пищу, особенно которая долгого хранения, откройте, почитайте. Там везде окажется, что это идеальное сочетание одновременно углеводов и жиров. И это же опять не новая какая-то информация, не какое-то открытие, да? Возвращается точка блаженства. И об этом доктор Никита писал еще года три назад. А потом еще год назад отразил это в статье, которую покажу сейчас, она на сайте есть. Вот, какая еда повышает аппетит. Вот, пожалуйста, что у нас тут. Какая еда вызывает жор? Даже видео есть. Так, значит, что у нас тут? Молочная пища. Да, сказали. Промышленный шоколад. Да, сказали. Там четыре причины, представляете? Не только углеводы и жиры. Еще почитайте. Так, вот. Орехи, семечки. Да, мы это сказали. Ну, и тут парочка советов, что доктор Никита дает. Так что заходите, почитайте, изучите. И у вас будет хотя бы когнитивная нагрузка. Что такое когнитивная нагрузка? Ну, например, раньше вы считали, что, например, торт – это еда. Просто та еда, которой нельзя много есть. Потому что вот вредно. А когда вы прочтете вот это и узнаете еще информацию с канала, вы поймете, что торт – это не еда. А торт – это такой продукт промышленности, а не пищи. Да, такой продукт промышленности, который создан для чего? Чтобы нравиться вашему мозгу. Потому что мозг в нем видит все. Углеводы, жиры, все вместе. Есть еще и в виде сахара. А еще наши любимые экстракты. Там какие-нибудь кофейный запах, еще какой-нибудь сливочный запах. Вот это все. И мозгу это кажется, ну вот, все. Никогда больше не будет голода на планете. Потому что эти гены, с которыми мы живем, эти все тела, эволюционно прошли отбор так, что они должны быть всегда готовы к выживанию. Потому что еды раньше было поменьше. Вот, мозг внушил вам, что оно нравится. Окей. И несколько раз подряд он прогоняет вас по этой петле поведения, в результате которой получает то, что ему нужно было. А вам включает «нравится». Вот. И это поведение закрепляется. Нервные пути, межнейронные связи, по которым проходит этот электрический импульс, электрохимический, они тоже закрепляются. То есть это называется рефлекс. То есть он уже срабатывает все чаще и быстрее. И чем чаще его повторяем, тем больше он укрепляется. Вот. Чтобы вы понимали. И это повторяющееся поведение, потом из него трудно выбраться. И некоторые люди, чем старше человек, тем больше он накопил вот этих мусорных петель, рефлексов, которые не приводят к чему-то эффективному, а приводят только к одним бедам в современном этом мире. А в таком случае надо, да, вот это все-таки поднакопить сил и отследить этот рефлекс и перебивать его негативом. Как это делать? Ну, например, захотелось опять вот чего-то. А-а-а! Какое-то хренотение. Упал 20 раз, отжался. Вот. Или отжимаешься до тех пор, пока не отпустит. То же самое там, приседаешь. То есть вот ну как-то вот это вот все-таки вот нужен вот этот момент вот этого кнута. Хотя бы так. Если другое не помогает, то вот будем выбивать так. Вот таким образом. Или придумайте себе тоже наказание. Ну, не себе наказание, а вот этому рефлексу, чтобы он перестал работать. Как, например, у нас с Фаритом Хайрулиным уже два стрима было. И вот он рассказывал уже вам всем, да? Включая меня, что когда он курил, он заключил такую сделку с собой. За каждую выкуренную сигарету тысячу рублей буду рвать и сжигать. Что-нибудь такое. Ну и достаточно быстро бросил он. Вот. Соответственно, и вы тоже придумаете такую жертву, которую вам не захочется постоянно делать. Тоже деньги рвите, сжигайте. Или выкидываете деньги. Или вкладываете в канал мой, например, и так далее. Покупайте, значит, хорошие у меня эти самые книги. Обучение скоро будет. Вот туда лучше инвестируйте. Зачем вам это? Инвестируя в мои продукты, гарантированно увидите дальнейший рост. вот. Что еще? Соответственно, что еще с ними деньгами нужно делать? А, ну, более позитивный такой сценарий. Вы можете идти. Зависли над какой-то гадостью в магазине. Так, ага, все, значит, запомнили цену и взяли эти деньги и отложили просто куда-нибудь в коробку. и у вас за неделю, там, за месяц накопится какая-то сумма, на которую вы сможете себя порадовать чем-то другим, что нельзя съесть, например. Ну, там, что там, девушки там какую-нибудь сумку купят, духи. Мужчины, что они купят? Не знаю, что они там. Ну, мужчины сейчас тоже могут сумку с духами купить или это. Чем они сейчас занимаются-то? А, я знаю, что большинство мужиков, они любят под автомобилями возиться. купите елочку себе эту, пахучую машину. Вот таким вот образом. Вот и просто в каждый раз проявляйте ту радикальность, что вот стратегия, и я ее придерживаюсь. Наказываю, наказываю, потом все, отобьет желание. Гарантированно проверено. Спасибо за ваше внимание. Смотрите расширенную версию этой лекции на моем канале. Ссылка доступна в описании к этому видео, а также прямо сейчас у вас перед глазами в финальной заставке к этому ролику. Приятного и полезного вам изучения моего творчества.